МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пену. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Банки не смогут списать с карты единовременные пособия в счет погашения кредита. В Госдуме рассматривают новый законопроект. Режим дня и правильное питание. Как сохранить здоровье первоклассника? Все на старт. В СОРОЙ прошел чемпионат и первенство по лыжи роллером. Далее расскажем во всем подробно. Банки не смогут списывать с вашей карты единовременные пособия в счет погашения кредита. В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, подготовленный по поручениям президента Владимира Путина. Банки списывают счет погашения долгов средства социальной поддержки страны и государства. Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семьи, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, без всякого преувеличения, отмечал ранее президент. Сейчас уже действует запрет на взыскание некоторых видов выплат, к ним относятся пенсии, пособия на детей, мат, капитал и т.д. Также с 1 февраля граждане смогут подать заявление в подразделении судебных приставов о сохранении ежемесячного дохода в размере минимального прожиточного минимума. Но не все выплаты попадают под эти нормы. Часто банки или судебные приставы их списывают. Инициативу предлагают запретить кредиторам списывать единовременные все виды социальных выплат, которые вводятся актами президента и правительства. Дополнить список хотят и новым пособием для беременных и выплатами малоимущим, в том числе по социальным контрактам. Без согласия гражданина эти деньги нельзя будет списать автоматически. Если человек согласен погасить часть долг, он может дать письменное распоряжение банку. Также законопроект предлагает возврат единовременных выплат ранее списанных банками на погашение кредита. Это коснется всех единовременных денежных выплат, поступивших с 1 января. В Сарове стартовали ежегодные субботники. Сотрудники городских организаций будут наводить порядок в городе до 30 октября. Также на это время запланированы различные экологические акции. Подробности далее. Каждый саровчанин может сделать вклад в благоустройство улицы или своего двора. В рамках акции «Марш парков», которая проходит в дни традиционных осенних субботников, департамент городского хозяйства предоставляет грунт, а городское лесничество привозит саженцы. В течение года по телефону 977-87 можно оставить заявки на доставку грунта. И весной и осенью в рамках мероприятия по благоустройству доставляется грунт. Граждане уже обустраивают цветники, кто-то кустарники сажает. По заявкам нужно обратиться заранее, чтобы в план включили. 24 сентября пройдет общегородской день чистоты. На субботники выйдут сотрудники предприятий и администрации Сарова. Также сезонную уборку пройдут активные саровчане. Все мероприятия по очистке территорий продлятся до 30 октября. Будет убрано порядка 50 городских территорий силами муниципальных предприятий, администрации города. Например, пустырь на улице Раменской, склон от роддома вниз, территория около третьего КП. Например, ну и порядка 50 территорий таких больших будет убрано. Если вы хотите провести уборку вашего двора, обращайтесь в свою управляющую компанию. Вас обеспечат мешками, перчатками и необходимым инвентарем. А если вы обнаружили в городе загрязненную территорию, звоните в департамент городского хозяйства по номеру 977-06 или оставляйте заявку на сайте «Умный Саров». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Традиционная городская ярмарка «Осенний завоз» пройдет в Сарове 19 сентября на территории парка АСС. С 9 часов горожане смогут приобрести продукцию фермеров Нижегородской области и Мордовии. Традиционно будут продавать мясные и рыбные изделия, плодоовощную и мучную продукцию, мед, орехи, продукты народных промыслов и многое другое. Также для гостей ярмарки будет открыта галерея русской иконы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 1500 сообщений поступило на прямую линию с губернатором Нижегородской области Глебом Никитином. Она начнется 16 сентября в 14 часов в эфире телекомпании «ННТВ», «Волга», «Нижний Новгород-24», информационного агентства «Время Н» и в группе «Стратегия развития Нижегородской области» во Вконтакте. Вопросы губернатору принимают ежедневно с 10 до 18 часов по телефону 8 800 775 22 21, 8 831 233 0100. На все сообщения граждан ответят вне зависимости от того, будут ли вопросы озвучены в эфире. Также свой вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области. Серьезные похолодания и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области к концу текущей рабочей недели, сообщили в Нижегородском гидрометцентре. К пятнице температура воздуха опустится до плюс 5-7 градусов Цельсия. В целом жители региона ожидают пасмурная и холодная рабочая неделя. Люди продолжают гибнуть на водоемах в Нижегородской области, несмотря на то, что купальный сезон официально закрыт с 1 сентября. Сейчас преимущественно тонут рыбаки. Один такой случай произошел 11 сентября на реке Волга в Борском районе. В месте, не оборудованном для купания, очевидцы извлекли тело погибшего 65-летнего мужчины. Всего с начала года в регионе погибло 86 человек, 13 из них – дети. Почти 900 детей в этом году впервые переступили порог к Саровске в школу. Для них началась новая насыщенная пора – учеба, новые знакомства, первые домашние задания. Как сохранить здоровье своего ребенка, расскажем далее. Максим еще только привыкает к своему новому статусу. Он уже не дошкольник, воспитанник детского сада, а взрослый, серьезный первоклассник. Ранние подъемы, уроки по расписанию, различные кружки и секции после школы. К такому ритму жизни мальчик начал готовиться заранее. Меня мама рано летом будила, и я сам уже учусь сам вставать. И сам встаю. Самое главное для первоклассников – правильно построенный режим дня. Если все делать по плану, ребенку будет легче привыкнуть. Сразу после школы врачи советуют дать малышу отдохнуть полтора часа – поспать, погулять, поиграть или посидеть с книжкой. Я играю в лего. Пока мама не приходит, я все убираю. И мы с ней делаем уроки. Ну, уроков мало, это легко. За домашнее задание нужно садиться в одно и то же время. Лучше тратить на него не более часа. Если дело затягивается, необходимы 15-минутные перерывы. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. После того, как домашнее задание сделано, можно перекусить и отправиться в кружки или секции. После кружков приходим, ужин в 7 часов вечера, стараемся не позже. После того, как ребенок поел, у нас время для отдыха. Спокойные игры, может быть, там разговоры, чтения. Просмотр телевизора, ну, часом в день ограничен, ну, гаджеты тоже по возможности детям ограничены. В 9 часов вечера ребенка надо уложить в кровать. В таком возрасте спать нужно 10-11 часов. В выходные режимы нужно по возможности придерживаться. В период, когда малыш только адаптируется к школе, нужно уделить внимание еде. Не давать жареного и жирного, избегать фастфуда. Лучше разнообразить меню свежими овощами и фруктами. И, конечно, не забывать о физической активности. У детей дефицит движения все-таки, хоть и три раза в неделю физкультуры, хоть и прогулки. Все-таки вот 3,5 часа в день прогулок, наверное, тяжело обеспечить, когда вот школьная программа идет. Да, если ребенок как бы готов, лучше спортивные секции. Ну, тоже как бы без насилия, то есть, насколько ребенок может. Просто для здоровья. Также врачи советуют давать детям витамин Д3, чтобы поддержать иммунитет, одевать ребенка по погоде и не забывать, как можно чаще, мыть руки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Клуб «Артпозитив» и Молодежный библиотечный информационный центр запустили новый проект «Артполяна». Его цель – помочь творческой реализации горожан. Для любителей изобразительного искусства это возможность написать свои первые шедевры, работая рядом с опытными мастерами. Подробности далее. Анастасия Тишкина рисует с детства. С кистью девушка не расстается до сих пор, несмотря на то, что работает в совершенно другой сфере. Ее любимая техника – сухая пастель. Но на «Артполяне» художница пишет осенний натюрморт акриловыми красками. В клубе «Артпозитив» творческие встречи – не редкость. Проходят минимум четыре раза в год. В культурную субботу это мероприятие решили сделать общегородским. Все-таки это делается действительно для горожан, для их возможного развлечения в качестве досуга. Но вообще форматы интересные. То есть здесь, конечно, могут и сами художники показать свое мастерство одновременно. И в то же время, если людям интересно, как работает художник, они могут задавать вопросы. Творческая мастерская художников «Артполяна» распахнула двери как для признанных мастеров, так и для тех, кто делает на творческом поприще первые робкие шаги. Алиса Грицкова в этом году только поступила в художественную школу. На «Артполяне» девочка рассчитывает не только проверить свои силы, но и понаблюдать за работой опытных художников. Сейчас я рисую осенний натюрморт. Там изображены тыковки, овощи в теплых тонах. Я пытаюсь изобразить вот эту смородину, так называемую, тыквы и другие овощи. В будущем «Артполяну» планируют сделать традиционным мероприятием. Инициаторами творческого проекта стали художники клуба «Артпозитив» и специалисты «МБИЦ». Тема встречи – оранжево-желтый бум. В таких тонах оформили художественную поляну, которую сейчас и изображают на полотнах. Она посвящена осени, нашему урожаю. И если посмотреть на нашу «Артполяну», то на ней видно, что у нас там есть и тыквы, и перцы, и баклажаны. Есть калина красная, которая у нас в многих на огородах растет. То есть, такие признаки осени. Помимо «Артполяны», «МБИЦ» для своих юных гостей подготовил игротеку, в которой они могли весело и интересно провести время. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Традиционный осенний чемпионат и первенство Нижегородской области по лыжи, роллерам и кроссу прошел в Сарове. К нам в город приехали спортсмены из Нижнего Новгорода в Иксер Замаса. Также на старт вышли воспитанники школы Олимпийского резерва «Атом». Далее расскажем обо всем подробно. 155 человек вышли на старт первой гонки открытого чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжи, роллерам и кроссу. Спортсмены со всей области приехали в Саров, чтобы побороться за призовые места и выиграть путевку на чемпионат России. Участники соревновались в гонке свободным стилем на дистанциях от 3,5 до 15 километров. Эти соревнования являются традиционными. Уже второй год подряд их проводят в Сарове, то есть нам доверили проведение этих соревнований. Будем надеяться, что мы проведем их на самом высоком уровне. Осенние старты – важный этап в подготовке лыжников-гонщиков. Это время подводить промежуточные итоги и начинать интенсивную подготовку к соревновательному сезону. Летом спортсмены проводят работу над ошибками, используют разные методики тренировок, чтобы улучшить выносливость и силовые качества. А осенью начинаются различные старты, которые показывают результат летней работы. Эти результаты важны как для тренеров, так и для спортсменов, потому что после долгого летнего периода подготовки нужно простартоваться, почувствовать себя перед зимним сезоном. И уже потом осенью и зимой вступить в сезон и уже понимать примерно какие способности у ребят и как они готовы. Первыми старт приняли девушки 2008-2010 годов рождения. Они соревновались на дистанции 3,5 километра. Каждая участница проходила дистанцию по-разному. Кто-то преодолевал подъемы одновременно двушажным ходом, кто-то сокращал секунды на спуске, разгоняясь до 60 километров в час, а кто-то ускорялся на равнине. Ощущение очень хорошее, мне здесь очень понравилось. Трасса тяжелая, но с этим можно справиться. Для юношей дистанция была немного длиннее. Каждому участнику нужно было правильно распределить силы, чтобы пройти в максимальном темпе все подъемы и поддерживать скорость на равнинных участках. Для кого-то из мальчишек это был первый старт на лыжероллерах. И ребята изо всех сил старались показать самый быстрый результат на финише. Вообще интересно. То есть круто, когда на соревнованиях всех обгоняешь. Когда стоишь на пьедестале. Победителями и призерами в своих возрастных группах стали семь саровчан. Во второй соревновательный день спортсмены состязались в кроссе на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. А сейчас информация для тех, кто мечтает найти дело по душе и хорошо зарабатывать на этом. Студия красоты Леро объявляет набор на обучение мастеров по маникюру и наращиванию ресниц. Подробности далее. Комфортный салон красоты так позиционирует себя Леро. И это проявляется во всем. Для клиентов мягкие кресла вместо кушеток, заботливый администратор, планшеты с подборкой фильмов и наушники, а также уютные желтые пледики. Комфорт для мастеров – это удобное оборудованное рабочее место, возможность заниматься любимым делом, не отвлекаясь на сторонние задачи, и теплое семейное отношение в коллективе. Леро – это про любовь к профессии, про уважение к людям. Это применимо как нашим клиентам, так и нашим мастерам. Сейчас как у мастеров с опытом, так и у мечтающих освоить профессию красоты есть уникальная возможность попасть в команду идейных и вдохновленных людей, расти и развиваться в своем деле. Арт-директор и сооснователь студии Леро Лера Ромкина готова поделиться секретами своего мастерства. Она не просто в теории, а на практике знает, как зарабатывать на наращивании ресниц и маникюре, и готова не только научить этому, а за ручку провести в мир прибыльной и интересной профессии. Сейчас у нас открыт набор мастеров, мы разработали систему индивидуального обучения. В отличие от стандартных школ, мы занимаемся наставничеством, менторством, и знаем, как вырастить мастера за 30 дней, и как мастеру-новичку уже через месяц зарабатывать от 40 тысяч рублей. Если вы мастер или только мечтаете обучиться, если вы открытая, коммуникабельная и готовы работать в команде, вас ждут на собеседовании в салоне Леро. Не упустите возможность зарабатывать и развиваться в том, что приносит радость и удовольствие. Салон красоты Леро, торговый центр «Галактика», второй этаж. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хорошего новостей. Субтитры подогнал «Симон»!